Добрый день! Добрый день! Франчайзинг позволяет избежать ошибок при старте бизнеса, при его запуске, а также пользоваться помощью и поддержкой успешной компании в процессе ведения бизнеса. Это как никогда актуально в период кризиса. И в общем показатели франчайзинговых сетей действительно подтверждают это, что даже в кризисный период эти предприятия остаются на плаву и показывают успешную работу. В Беларуси форум франчайзингов проводится уже в третий раз. В этом году местом его проведения стал Гомель. Это связано с высоким узронем деловой цикавости до региону с боку компаний, которые пропонуют франшизы потенциальным партнерам. Аналогичные мероприемства продаются так само в Минске и в Гродне. К тем часам молодежный конкурс бизнес-проекта «У стартап-кооперация-2015» отбылся в Беларусском Гандлево-экономичном университете с поживецкой кооперацией. И он был проведен в рамках международной программы «Молодь у предпринимательства». У делу конкурса приняли студенты из Беларуси, России и Украины. Под обязанности в нашем наступном материале. Молодежный конкурс бизнес-проекта «У стартап-кооперация» на Гомельщине ладится у сего другий год, однако уже зараз корыстается великой популярностью. Все лета он объединял студентов с 18 вины в Беларуси, России и Украины. Головная мета конкурса подрыхтовка активных и инициативных ребят до 8-го международного чемпионата «Молодь у предпринимательства», який отбудется в Гомеле в мае. Стартап-кооперация – уникальная махчимость представить досвеченным экспертам свои попередние коллективные и аутерские бизнес-проекты, якие закраняют самые разные сферы життя и деятельности. Это и IT-проекты, это и гостиницы для животных, это и проекты, связанные с образовательными услугами, с развитием вузов, это и производство рапсового масла, это и проекты, связанные с производством радиодатчиков различных, то есть абсолютно разные направленности проектов. Регламент выступления конкурсантов не больше за 5 хвилин. За этот час треба детальово выкласть головную идею, мету и отметную особливость своего бизнес-проекта. Мой проект называется «Крытый скейтпарк». У нас в Гомеле даже открытого скейтпарка у нас нет. И тут «Крытый скейтпарк» позволит заниматься круглый год, независимо от погоды. Потом у нас будут самые основные элементы для усовершенствования своих навыков, то есть это халф-пайп, там всякие радиусы, перила. Отримавши необходные рекомендации, удельники молодежного конкурса бизнес-проектов «Стартап-кооперация» зараз почнут займаться их до працовка, как у мая на международном чемпионате молодь у предпринимательства представить свои креативные идеи на самом высоком узровне. Вероника Ворошилина, Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, Тея-радиокомпания «Гомель». У Гомеле завершилась 10-я Олимпиада школьников союзной державы России и Беларуси и историческая и духовная супольность. Запляшима удельников написание сошенения и комплексная работа по русской мове и литературе, творческие конкурсы и баль. На урожистой церемонии закрытия юбилейной Олимпиады побывала Юлия Борисовец. На проект международного масштаба России и Беларусь «Историчная духовная супольность» у «Гомель» приехали школьники союзных держав. Каля 200 новых именам заявилася на небосхиле филологии, культуры и истории. Даречи, за 10 годов проведения Олимпиады гомельские школьники продемонстровали добрые веды. Практично по выниках кожного спаворництва у скорбонцы гомельчан призовые месяцы. Юбилейная Олимпиада принесла другие, третьи месяцы, а так само шматликие дипломы. Учителя русского языка и литературы находятся на правильном пути, прекрасно преподают в школах и учебных заведениях нашего родного города и области. И результаты они всегда нас радуют. С кожным годом популярность Олимпиады расте. Для переможцев из России гэта махчымась стать уладальником престижной президентской прэмии для патрынки талиновитой молоди. Белорусские пираможцы мают право поступать у высшейшей научальной установы филологичного профилю по законкурсам. За эти годы Олимпиада стала самым ярким, самым значимым, одним из самых уникальных проектов союзного государства. Потому что на Олимпиаде собираются лучшие молодые умы Белоруссии и России. Ребята, увлеченные историей, русским языком, литературой. А что может быть больше объединять народы Белоруссии и России, как история, язык, литература, общая история и общая духовность. Таким чином командное золото отрымали меньшане. Лидерство и абсолютная перемога у Виктории Степанюк с Могилевской в области, якая, до речи, у першыню приняла удел у Олимпиаде такого масштабу. Я хочу сказать большое спасибо своему учителю, который дал мне такие знания, которые оценили даже на таком высоком конкурсе. Другим участникам я хочу пожелать удачи, не расстраиваться, если дипломов нет. Потому что это очень интересное мероприятие в плане общения, в плане программы, в плане экскурсий. В любом случае это замечательный урок. Урочистая церемония закрытия 10-й юбилейной Олимпиады у Гомеля трымалась с оправдой масштабной. Наступная встреча матра условия отбудется на российской земле. У дельников будет ждать Нижний Новгород. Юлия Борисовец, Дмитрий Радянко, телерадио «Компания Гомель». До инших тем. Женщины-водители выехали на поединок, голодным призом якого было звание «Аутоледи-2015». Республиканский конкурс прошел на базе Гомельской областной дежа аутоинспекции. Про то и як развивались подеи ведая Ганна Ковалева. Блондинки и брюнетки, экономисты, выкладчики, студентки просто пригожуне. Шесть девчон продемонстровали свои веды в правилах дорожного руху, творчие таленты и мастерство кирования аутотранспорта. Лепши аутомобилистки из всех регионов республики проехали в Гомель, как позмогаться за титул «Аутоледи-2015». В данное время женщины также наравне с мужчинами уже управляют транспортными средствами. Количество нарушений БДД, я считаю, у них меньше даже, можно сказать, более аккуратно они вводят транспортные средства. На Республиканском узровне таких конкурс у нашей краины проводится у Першиню. Вся роджа областных центров наибольший опыт проведения таких мероприемств у Гомеля. Тому историю республиканского конкурса вы решили почать писать именно в это тут. Причем, цикавость да с поборництва проявили не только белорусские аутомобилистки. Так как у Гомеля дружественные и у всей Беларуси дружественные отношения, в том числе с Российской Федерацией, Гомель очень дружит и ГАИ, в том числе взаимодействие идет без этого никак нельзя. С Брянской областью мы, Брянская область, знала, что мы проводим такой конкурс и предложили свое участие. Мы с удовольствием поддержали, нам это только приятно. Автомобильный руль в жановчих руках – это не граната, а в мастерстве в Адженне, прыгожая половая человечества, не заступая мужчинам. Это с легкостью доказала конкурсантка от Гомельской области. Миновата яна завоевала перемогу и признана лепшей автомобилисткой Беларуси. За рулем я уже 7 лет. Без своего автомобиля даже не представляю своей жизнью. Он меня всегда спасает в экстренных ситуациях, когда надо куда-то, откуда-то добраться. Скажу честно, после конкурса, после областного конкурса, я стала больше соблюдать правила, ездить там, где надо останавливаться, ездить в меньшей скорости. Разом с гоноровым титулом и видая регистратором, переможца отримала обвязательство примать уделку информационно-пропагандистских акциях ДАИ и быть прикладом для инших водителям. Ганна Ковалева, Сергей Климович, Телерадио, компания «Гомель». На этом выпуске завершены. По студии працавала Маргарита Шабукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин